Двигаемся сразу к следующему докладу. Орландо расскажет про идеальный типовой магазин. Меня зовут Орландо Велосека, я разработчик один из Bittrex. Расскажу, что у нас появилось в текущем новом релизе. Магазина, интернет-магазина, каталога инфоблоков. Типовой интернет-магазин. Собственно, для вопросов у нас есть приложение Bittrex Conf. Вы можете задавать вопросы, постараемся ответить, если у нас будет на это время. Наверное, знаком кому-то этот слайд, возможно, по Алексею Кирсановой презентации в свое время. Собственно, посыл этого слайда о чем? На данный момент текущий интернет-магазин, версия 17.0, его можно ставить и сразу использовать. То есть в нем уже учитана и новая адаптивная современная вертска, в нем есть весь нужный и полезный функционал, поэтому вы можете просто ставить и начинать уже продавать. По новым каталогам была проделана огромная работа, был полностью перерисован и переделан верстка, дизайн, сделана верстка адаптивная на Bootstrap, появилась возможность составлять свои схемы отображения, было упрощено внедрение бигдаты, то есть персональных рекомендаций. Также была проделана большая работа по адаптивке, именно по мобильным устройствам, по конверсии. Ну и теперь, возможно, будет создать свои какие-то выборки по компонентам, какие-то отдельные фильтры. Сейчас мы как раз об этом всем поговорим. Начнем мы с компонента списка товаров. Наверное, основная и самая главная фича этого релиза каталогов это возможность составления своей схемы товаров, своей схемы отображения. Собственно, это делается просто. Мы заходим в настройки компонента, выбираем, ну, находим соответствующий control, выбираем то отображение, составляя его из блоков, и эти отображения сразу отображаются. Благодаря этому control можно будет также и поставить и бигдату, внедрить, грубо говоря, в какие-то отдельные места. Также можно будет, ну, собственно, как вот показать ваш собственный вывод для клиента, и при этом не надо ничего кастомизировать. То есть это, ну, из коробки. Также у нас появляются вот такие пресеты, да, у нас их там несколько, и на широкоэкранные, и на мобильные устройства они работают адаптивно. Вот у нас есть возможность выделять приоритетный товар. Например, в данном случае у нас новинка. Мы хотим в нашем компоненте, да, по возможности стараться новинки ставить, ну, показывать более большими. Собственно, мы можем это делать настройкой, выбираем это свойство новинкой, и у нас товары, выборки будут уже представляться, ну, по возможности, в такой более понятный показ. Как вы все знаете, бигдата – это прекрасный инструмент для повышения конверсии, для персональной, персональной выдачи, персональной рекомендации. Это все очень хорошо влияет на среднем чеке и в целом на магазин. У нас появился, как я уже говорил, новый инструмент управления и внедрения бигдаты. Теперь мы можем просто зайдя, опять же, в настройку, выбрать нашу верстку, ну, грубо говоря, наши блоки товаров, и также мы можем добавить куда-то свои блоки бигдаты. Собственно, на первом хите у нас подгрузятся все основные товары, потом у нас пойдет, ну, как у нас с бигдатой работает запрос, пойдет в верстку, в верстку, извиняюсь, в облако, и с облака нам прилетят вот эти товарчики, они вторым хитом прилетят, и, возможно, даже клиент не заметит, что они были подмешаны. То есть там происходит небольшая задержка и анимация, и клиент получает, ну, персональные для него рекомендации. Также появилась у нас тематическая подборка элементов. Теперь мы можем создавать свои разделчики небольшие, например, вам потребуется, может быть, создать раздел с крупноговоритной техникой или раздел с какими-то свойствами, например, распродажи, или свойства предложений, там, например, все товары красные. То есть сейчас это можно сделать, опять же, так же не кастомизируя, зайдя в компонент, настроив свой фильтр. Ну, этот фильтр, кстати, вам напоминает, наверное, фильтров скидок в админке. Собственно, он примерно по такому же принципу и работает. Мы выбираем, все, у нас вот выдача, все красные товары. Были также добавлены множество, ну, вынесено в настройке множество параметров. Это и выбор позиций, и скидок, и меток. Были добавлены множественные метки. Теперь мы можем выбирать, какие метки показывать на мобильных устройствах, какие на десктопах, ну, и множество еще других. Также вот это выбор отображения блоков у товара. У каждого товара у нас есть свои, ну, есть своя область. Это со свойствами, с ценой, с цветом, остатком, ну, то есть скул. И теперь мы можем, не кастомизируя компонент, также это все брать, менять. Например, в данном случае мы цену переносим чуть ниже. Эти действия сразу у нас видны на сайте. Была переработана и добавлен также слайдер из галереи. Теперь у нас есть возможность отображения, ну, большего количества картинок. Мы можем пролистывать их, есть полоса прогресса. В целом очень симпатично выглядит. Также был переработан, добавлен, переработан измена верстка детальной карточки товара. Ну, и изнутри мы чуть подальше, побольше поговорим. В данном случае это вот новая галерея, режим лупы. У нас все, теперь вся информация находится сразу на одном экране. То есть мы сразу видим товар. Если мы хотим посмотреть поближе, мы сразу видим ее лупу. Полноэкранный режим также поддерживается на мобильных устройствах. Можно посмотреть информацию о товаре. Было добавлено скроллирование. Теперь при листании карточки товара у нас прикрепляется кверху навигация, основная информация по товару, и мы можем сразу в случае чего посмотреть, перейти куда-то или купить. Была большая проделана работа по e-commerce аналитике. Это новая аналитика у нас появилась в компонентах. Она затрагивает и компоненты сейла, так и компоненты инфоблоков. Собственно, вся цепочка, вплоть от нахождения товара, захождение в детальную страницу, просмотр его, добавление в корзину, удаление в корзину, оформление заказа. Все это теперь поддерживается. Можно смотреть свою конверсию, смотреть свои слабые стороны, если что, их исправлять. Комплексный компонент также был собран по новой схеме. Это все новые параметры, все новая верстка, новые шаблоны, они все теперь поддерживаются в нем. Ну, вот этот примерный список по тому, что добавлено было. Хочу заметить, также было добавлено лейзи лоуд, линейная прогрузка. Очень полезно будет для высоконагруженных проектов, когда у нас, например, если мы выбирали раньше 50 товаров, сейчас мы можем выбрать, например, минимальное количество, 15 товаров, и потом уже по самому запросу клиента или при скроллировании страницы бесконечной загрузки товары уже будут подгружаться, ну, уже, собственно, по требованию. Мы не тратим лишние ресурсы. Вот это выигрыш производительности. Что ж, сейчас поговорим про ОП в компонентах. Так сказать, под капот посмотрим, что у нас. Это новая архитектура классов. Наверху наш любимый C-Bitrix компонент. И от него мы наследуем три базовых класса. Это base, элемент, элемент-лист. Base — это у нас обработка ошибок. Там маршрутизация, какие-то управления ценами. Ну, и в элемент-элемент-листе свои специфичные. Там, например, в элемент-лист это по навигации какие-то, могут быть постраничные, ну и так далее. И от них мы уже наследуем свои компоненты. Простейший компонент, который выглядит теперь, это просто три строчки и подходящий шаблон, скопированный, меня опередили. Ну ладно. И три строчки. Чтобы расширить его, мы просто используем метод getProductIdies. Мы можем вернуть ID товаров, массив ID товаров, и отобразятся уже эти товары. Также мы можем взять, в принципе, эти, ну, ID этих товаров с любой таблицы, которая у нас есть. Например, в данном случае я просто создал свойство sale у каталога. Ну, раз продажи захотел сделать свой небольшой раздел. Я создал свойство sale, добавил его нескольким своим элементам, выбрал просто эти ID товаров и вернул нашему компоненту getProductIdies, и мы отобразили эти товары. Также вы можете, ну, так же работают, например, бестселлеры товары или там просмотренные товары. Они также имеют в своей базе, в своей таблице эти ID для конкретного юзера, они их просто отдают. Ну, есть еще второй вариант наследования, да, и переопределения. Это мы просто перегружаем свой метод getFilter, ну, getSort. В getFilter мы берем фильтр родителям и добавляем ему активность и то же самое свойство распродажи, свойство sale, и возвращаем его обратно в компонент. Также мы добавляем, перегружаем getSort, мы хотим, чтобы новые товары у нас были показаны сверху, то есть как бы новинки. И, собственно, это будет та же самая выборка, как была до этого через getProductIdies. Ну, вот здесь список полезных методов, которые вот есть у нас. Это там getProductIdies, как я уже перечисал, getFilter, getSort. Ну, и, соответственно, все protected и public методы. Сейчас мы поговорим немного про шаблоны компонент. Они также были переделаны, ну, как переделаны, перетерпели некоторые изменения. Добавился компонент, каталог и item. То есть сейчас каждый товар – это компонент отдельный, то есть вот красные квадратики, да. Чего, зачем это вообще сделано было и для чего? У нас, если посмотреть прошлые компоненты, ну, старые компоненты наши, они в каждом компоненте, у нас там их 5 или 10 штук было, да, у нас было подключение и вот отображение этой верстки, свои вот эти стили были, по каждому из них своя каталогика JS, да, то есть там по добавлению товара там или еще что-то. Теперь это вынесено все в компонент каталог item. То есть у нас сам шаблон просто их подключает. Для чего это нужно было сделать? Это вот удобство кастомизации и просто поддержки. То есть теперь мы, чтобы исправить или добавить какую-то новую фичу, мы заходим в каталог item, правим, у нас сразу на всем сайте есть эти правки. Так, ну, здесь, если вы помните, мы можем сейчас подгружать Big Data, встраивать, грубо говоря, вашу выдачу. Также можно подгружать и какие-то свои ваши, ну, может быть, у вас там есть сезонные распродажи, которые вы хотите допродать. Какие-то свои товары вы можете подгружать и также подмешивать их в выдачу для пользователя, для, ну, как бы, для продажи. Вот тот самый control, благодаря которому можно все это сделать. Из коробки у нас идет 10 изображений, причем даже появилась схема B2B, которая у нас когда-то была, но мы от нее отказались. И вот сейчас навернулась эта схема в строчку товаров. Собственно, мы можем составлять свои схемы. Как это можно сделать? Делать это в два этапа. Сначала мы добавляем эту схему в этот control, чтобы мы, соответственно, могли эту схему потом и составить. Ну, и далее мы просто обрабатываем это в темплейте PHP, как мы это отрисуем. Ну, чтобы добавить в тот control, мы перегружаем метод и добавляем этот вариант в массив вариантов. И второй этап – это как раз мы… Кликер. Извиняюсь. Забежали вперед. Так, да, вот. И второе, что нам нужно сделать, мы просто заходим в template PHP, например, каталог section. У нас там, вы видите, в новом компоненте уже есть описание каждого из кейсов, которые есть. Ну, мы добавляем наш кейс с ID10, описываем ему какую-то свою логику, подключаем здесь вот наш новый компонент к каталогу item. Ему можем использовать и стандартный наш, который есть уже. Мы можем подключать и какой-то свой шаблон. Ну, и у нас новое отображение. Мы можем пользоваться им и внедрять. Что же, ну, после обновления у нас, получается, выходят новые абстрактные классы компонентов. Это base элементы и элемент list. Также новые компоненты на технологии D7. Каталог section, top, каталог product view это элемент. Замечу, кстати, что каталог product view это новый компонент. То есть старый каталог view product, он будет deprecated. Поэтому я настоятельно рекомендую вам пользоваться уже новыми компонентами. Ну, и также будет новая адаптивная bootstrap верстка для этих компонентов. По совместимости, конечно же, у нас все это остается совместимым. У нас новые…